Ну, он вообще, Столтенберг, не отличается, скажем так, решительностью, какой демонстрируют, например, европейские чиновники. Вандерляй, Боррель, сопоставимые с ними. Но я все-таки считаю, что несмотря на... Там мы про поставки вооружений, он говорил про ограничения, которые, в общем, продолжают существовать и так далее. Тем не менее, я оцениваю это больше позитивно. Почему? Потому что прозвучали некие главные аргументы. Они связаны именно с войной, всем остальным, а далеко не какими-то переговорами. Заметьте, в бухарестском этом саммите НАТО не было ничего, что содержало бы в себе какие-то призывы к тому, что война идет долго. Это уже больше девяти месяцев. И вот надо рассмотреть возможности, искать возможности и так далее. Этого нет, несмотря на весь нарратив, создаваемый Москвой, ну и некоторыми западными ее партнерами в течение канун и чуть после, ну в основном в канун саммита двадцатки пятнадцатого, шестнадцатого ноября. То есть это, безусловно, отражение сложившейся позиции к моменту, когда никаких прямых контактов, допустим, Байдена-Путина, на который расчет-то был, или хотя бы Лаврова, их нет. И одновременно как реакция в том числе на продолжающиеся обстрелы и ракетные территории Украины, так называемой критической инфраструктурой. То есть Столтенберг, конечно, при всей своей такой известной осторожности и взвешенности, тем не менее, демонстрирует последовательность позиции. Конечно, нам не очень нравится эта риторика. Но, давайте я вам пример приведу. Вот помните, как мы расценивали некоторые слова Папы Римского? Говорили, что, ну, вот он там, ой, мир там, как бы, Путин там, туда-сюда. И все его страшно клевали. При том, что, в общем, он не чета многим кому, и уж точно понтифика не упрекнешь в, там, не знаю, продажности или чем-то. Но сильно его, конечно, клевали, сильно критиковали. И вот поднижный, сейчас он заявил, а, говорит, я знаю, что, говорит, совершается военное преступление. Отличается даже буря от чеченцев. Ну, реакции, естественно, все. Но, вот смотрите, получается, получается, что он это делал для того, чтобы довести переговоры по обмену бойцов и офицеров Азов-Стали, в которых он был вовлечен. И он никогда этого не отрицал. Ну, если вы помните, там даже супруга командира Азов-Стали, она встречалась с ним прямо в Ватикане. Он сам говорил, что хотел бы встретиться с Путином, хотел бы то-досье, пятое-двадцатое. И он привлечен был, так сказать, для этих переговоров. Он якобы даже разговаривал с Кириллом. Ну, вот спрашивается, вот эти формулировки, вот эта, ну, скажем так, услуга, аванс, который оказывался Путину, вот эти разговоры о переговорах, они стоят для того, чтобы бойцы Азов-Стали, значит, все-таки оказались в безопасной Турции и так далее. Можно пойти на такую издержку, ну, вот не сказать о преступниках военных, ну, на какое-то время. Чуть-чуть. Что они не совсем такие и так далее. Ну, вот, а результат жизни людей, а теперь он начал формулировать от себя, как говорится. Да вы, говорит, вообще убийцы. И, говорит, и чеченцы, и бурят. То есть, они даже, как бы, теперь вынуждены еще и его попрекать. Вот как это сделал Кадыров, там, ну, не только он, там, и другие. Это говорит о чем? О том, что, ну, с ними же тоже играет. А вот они разводят людей. Так и их разводят. И Столтенберг часть этой машины разведения. Если они думают, что им можно все, а другим ничего, и всегда они эксплуатировали наивность, как бы, Запада, его приверженность принципам, да, то, что они обязаны, не нарушая принципов, следовать неким установленным правилам, международным нормам. А мы можем их нарушать, считала Москва. Так вот, и их начали немножко крутить, вертеть. И в этом смысле я считаю, что можно все. По отношению к ним можно все. Их можно обманывать, Кремль. Можно кидать. Можно разводить. Можно, так сказать, обещать не выполнять. По отношению... Это мое личное мнение. Я не навязываю. Как же, вот вы такой цинизм, там, этих же. С убийцами, с преступниками военными, с узурпаторами. По-другому нельзя. По отношению к ним можно вообще все. Вот вообще все. Понимаете? И поэтому, когда я слышу какие-то, ну, скажем, отыгрыши, да, там, со стороны некоторых политиков, даже вплоть до Салливана, которого уж точно тут и косты в гриву за то, что вот он тут и смягчает риторику Байдена и всей администрации, а потом раз выйдет и говорит, а мы, говорит, предупредили персонально, что в случае использования тактической аэропории мы их всех убьем. Ну, он, я перевожу на свой язык, утрирует, да. Так что здесь, возможно, мы имеем дело с такой обманной риторикой, который, вот смотрите, все, причем манируют, взять себе пример еще один. Вот буквально на днях приехал президент инаугурированный Такаев. Ну, тоже узурпад, тоже, конечно, авторитарные люди, но тем не менее. Путин ему говорит, ну, это, давайте, говорит, союз газовый создадим. Вы, мы, Узбекистан. То есть через них, преодолевая санкции, направлять газик, значит, в Китай, в другие места. Да, да, преодолевая вот барьер санкций. И тут так, да-да-да-да-да, кивал, так все. Сейчас он вернулся и сейчас говорит, вот тебе. Говорит, нет, покажешь санкции, мы же не можем обойти. То есть в эту игру включились все. Ну, про Эрдогана я не говорю, этот вообще мастер разводок, он преподает, они не учатся этому. Поэтому я больше сейчас уже отношу к тому, что да с этим можно все. С Путиным, можно вообще все. Вообще обещайте ему, там, говорите, давайте намеки какие-то и так далее, а потом кидайте, вот и все. Так что ему начали платить его же монеты. Поэтому Столтенберг, ну, он, еще раз повторяю, он же доживает последний год, как бы его будут менять на посту генсека, но в целом позиция НАТО, вот то, что мы видели, а сегодня, кстати, саммит продолжается, значит, то, что мы видели по пунктам, это все, в общем, очень плохо для Москвы, чрезвычайно для Москвы плохо. Россия по-прежнему же, наша инфраструктура бомбит, особенно доставалась на этой неделе Днепру, Запорожью, но тем не менее, тем не менее, мне вот приятно слышать, когда там Михаил Подоляк говорит, что через полгода на Ялтинской набережной встретимся, вот прям честно, скажу, если что, все брошу и приеду, хотя в Крыму не было очень-очень много лет, вот, но вот тут Грозно Рубака Медведев, да, опять написал пост, поскольку нельзя в эфире ругаться, так назовем его Рубакой, если НАТО поставить киевским фанатикам комплексы Патриот вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил, надеюсь, атлантические патенты это понимают. Ну, мы про Медведева, в принципе, все скажем, вот конкретно про личность Медведева, я не знаю, что еще добавить, я уже говорил, что таких надо, значит, терминально лечить электричеством, прижимая дефибриллятор в пах, я уже много раз это говорил, я нового не добавлю, вот реально не добавлю, а в принципе, как бы, ну, он одерживает позицию, ему сказать, давай, продолжай изображать дурака, да, то есть, мы можем разобрать на составляющие, на компоненты вот его заявления, оно безумно, да, потому что, ну, во-первых, там, ладно, комплекс Патриот, Польша, она уже сказала, что мы, как бы, собственно, и небо обороняем, хотя, опять же, это проброс, в общем, туда дальше, вообще, Патриоты нужны, собственно говоря, и Украине тоже. Тем не менее, я хочу сказать, что, смотрите, какая быстрая реакция, она свидетельствует этого, вот эти вот от момента, от момента, значит, разговоров о судном дне, если вы, не дай бог, что-то прилетит в Крым, да, и до не будете вы селфи долбить на Ялтинской набережной. Какое, в общем, небольшое по срокам расстояния, ну, несколько месяцев там, что там, два-три месяца от разговоров о том, будете, узнаете судный день до, значит, нет-нет, но вы не будете через шесть месяцев на Ялтинской набережной, все там не соберетесь, и Влаченко, и Подоляк, и там, Арестович уже собрался, билет его закупает, и так далее. А почему не будет? Вы про Херсон то же самое говорили, что если вот Херсон, да никогда русский город, русской славы, там, кого они только не поминали, и Потемкиных, и Нахимовых, кого-то я не слышал, да. А вот поди, что, и вот снова флаги развиваются, и все вы сдали, и везде вы отошли. И почему бы не поверить в то, что через полгода действительно Ялта не окажется в руках ВСУ и Украины? Дело в том, что аргументов-то нет. А что, он говорит о том, что они обладают чем-то таким, что поможет им, значит, не сдать Крым? А я не знаю. Я вот, честно говоря, как и многие, ну, есть военные эксперты, которые на составляющие это могут разложить, и сказать, почему такое произойдет. А я вот политически рассуждаю. Поскольку такое мы уже видели, то исключать того, что это действительно произойдет, я не могу. Но, повторяю, им нужен такой, как Медведев, потому что к нему отношения как бы несерьезные, но они еще живут представлением, что если Медведев, как замсекретаря Совета Безопасности, ну, Совета Безопасности в нынешнем виде, это Политбюро, ну, вместе, правда, с коллегией ФСБ России, то есть, это главный орган, если оттуда что-то обозначается, то это в каком-то смысле является позицией в целом его участников, его членов этого Совета Безопасности России и так далее. То есть, это как тестирование, потыкать, потому что после уже многих его заявлений, его же, видите, там, одергивали с Казахстаном, помните, когда он говорил, что вы там истории, он даже удалял пост, говорил, что хакеры вмешались и заместо него. Да-да-да. Ну, поэтому ему разрешается, а с его репутацией уже ничего не сделаешь, его не убудет. Быть дураком, это для него профессиональное качество и с этой точки зрения его не жалко, понимаете? Его можно в расход. Ну, они же, я думаю, догадываются, ведь вот этот вот плаксивая речь Симоньян о том, что мы понимаем, что даже дворника, который подметает Кремль, поведут Гагу, она говорит обо всем. Им на самом деле, им страшно. Как бы она там не гремать начала, да. Мы не дадим Натальям обмануться. Они-то думают, вроде как о вам, но вы же не будете, мы-то хоть так говорим, но нас-то, нас-то, вы же не будете, мы же никого вот лично не убивали. Не будем мы их обманывать в их ожиданиях. Мы как говорили, так оно и будет. Они повторяют отчасти за нами эти слова, потому что это тот случай, когда они будут умолять отправить их в Гагу. Они будут умолять отправить, и, так сказать, вместо того, чтобы оказаться между кувалдой и шваброй, понимаете? Это Россия, там все по-другому. Каким судом судить им, таким и вас судить будут. И поэтому, конечно, это еще говорится не только для широкой аудитории, чтобы что-то такое изобразить, а он говорит, мир в труху, мир в труху. Мы посмотрим, какую труху тебя превратят от этого Соловьева, да? Он же среагировал так. Поэтому, на самом деле, они еще хотят немного, знаете, как, ну, как бы где-то еще и понимания какого-то, чтобы сказали, ну, неужто вы вот будете вот так? Не так, хуже будут, хуже. Я сейчас не себе говорю, вот говорят, Фегин там рассыпает эти угрозы, а они никогда не... Да не надо мне-то, я-то ни к чему не стремлюсь. Я хочу, чтобы люди, вот, заразились вот этим отношением к ним, ко всем. Чтобы не было этого, а я был лично этому свидетелем, когда падала советская власть, коммунистическая власть, да? Как вот эти разговоры, я помню, я был депутатом, уже стал в 93-м, а там с 95-м, ну, что ж, мы же не такие, мы же не звери, какая иллюстрация? Ну, вот, знаете, отрицательный опыт, отрицательный опыт, вот, наверное, не стоит нам так этого повторять, что-то охота на ведьму, охота на ведьму, это говорили всякого рода про рабоперестройки, по фамилии могу произнести, те, кого там, кого уже в живых нет, ну, вот у нас была во Франции Баси Силюнин, покойный такой, видный публицист, еще он, и вот это говорилось, ну, мы же не такие, а что это не такие, мы хуже, хуже, и Симоньяны будут болтаться на веревках, ничего страшного, мы это переживем, а сотни тысяч убитые вот ими, и при их участии, это что? Это, а вот давайте им там билет выпишем, штраф за безбилетный проезд, вот на таком уровне их пожурим, ну, что же, ай, как нехорошо, то вы вот к людоедству призывали убивать украинцев, ну, что же вы так, ну, мы же не такие, ой, даже еще какие, вы даже не представляете, поэтому, на самом деле, я думаю, что это вариант такой, как бы, ну, немножко вызвать жалость к себе, где-то, что нам вот не дают отступить, а если вы нам дадите вот вариант куда-то отступить, то мы как бы и не будем, такими, значит, злодеями. Вот и все.